Приветствую вас и вот как это видится мне, что вы описали, у вас нет сублимации и нету, как вы говорите, трансформации сексуальной энергии. У вас есть, на мой взгляд, такое знаете, ассоциативная цепочка, которая берет свое начало из неудачных отношений, ну точнее как неудачных, давайте сразу уточним, что имеется ввиду, значит, у вас был достаточно негативный опыт, значит, интимных отношений с мужчиной, в результате которых вам пришлось, значит, пережить несколько неприятных моментов. Вот. И, понимаете, долгое время интимных отношений у вас, ну, вообще не было. Долгое время интимных отношений у вас не было. И сейчас, когда вы чувствуете, что вам хочется их, из-за того, насколько много вам пришлось пережить негатива, вам кажется, что это сейчас что-то на самом деле очень тяжелое. То есть для этого нужно подвергать себя, собственно сказать, каким-то, ну, нежелательным эмоциям, нежелательным ощущениям, понимаете, вот. И вам проще ничего не делать и проще не напрягаться, как вы сами, по сути дела, говорите. То есть связано это с тем, как вы, ну, знаете, как вы, на мой взгляд, достаточно негативно, конечно же, по-другому не могло быть, а восприняли то, что с вами произошло. И в этой ситуации речь идет не о том, что ваша энергия как-то трансформируется, а речь о том, что вы, вполне вероятно, просто обращаетесь тех хлопот, которые, которые вам, ну, может причинить, может причинить вступление в интимные отношения уже с другими мужчинами, с другими мужчинами. И на самом деле пока что вас все устраивает, пока вам нравится, как вы живете, и в принципе нет особой большой потребности, что ли, до меня. И надо сказать, что пока ситуация будет именно такой, то есть пока вы будете, ну, вот так воспринимать эту ситуацию, пока вы будете видеть ее в таком ключе, и я боюсь, что все интимные отношения для вас, они будут чем-то, ну, довольно тяжелым. Вот это нужно постараться понять. И для того, чтобы ситуация поменялась, вам нужно на самом деле действовать, значит, на мой взгляд, в нескольких направлениях на ваш выбор. Направление первое касается того, что вы можете просто-напросто подождать, пока у вас появится довольно серьезное желание вступить в мужчины в интимные отношения. А вот вы можете, как бы, не думать о сексе как таковом, вступая, опять же, с мужчиной в интимные отношения. А по сути, значит, стремясь к тому, чтобы ваши интимные отношения были следствием развития любви, следствием развития чувств, когда, значит, у вас все будет развиваться естественно, все будет развиваться постепенно, но для этого придется подождать. И вы, наконец, можете поработать немножечко со своим страхом, поработать с возможными травмами, которые у вас появились в результате связи с вашим предыдущим мужчиной, и, соответственно, проработать обиды на него в результате чего и на эмоциональном, и на физиологическом уровне секс вам, вот, ну, скорее всего, кажется, казаться таким тяжелым уже не будет. Если вы, конечно, готовы это все прорабатывать, безусловно. А пока же, пока ситуация такова, что, ну, так обычно бывает. Вот если человек не делает каких-то вещей очень долго, а потом он чувствует, что ему хочется, как бы навык-то теряется, и кажется, что это тяжелее. Вот примерно то же самое произошло и с вами. Только у вас здесь имеется еще и довольно-таки, знаете, серьезный, негативный подтекст, который, естественно, влияет также на ваше, ну, на ваше позиционирование себя, как сексуального партнера. Вот. Я не думаю, что речь идет о сублимации, потому что, понимаете, как? Так, вот, расформация энергии, как вы говорите, что вот у меня интересная жизнь, работа, много хобби, значит, расформация энергии, так как вот ее раскрывает именно сублимация, происходит из неудовлетворенности. То есть сперва наступает неудовлетворенность, а после появляются пути, появляются пути, значит, для ее реализации, для реализации вот этой вот как раз-таки, значит, энергии. А в вашем случае ситуация развивалась совсем иначе. Вы, как бы, не могли в какое-то время вступать в интимные отношения, вы не хотели этого, у вас просто не было желания, вам было не до этого. А после желания появилось, вы его испытываете, но оно у вас недостаточно сильно, опять же, почему? Опять же, почему? Потому что есть негативные аспекты того, чего вам хочется, и это на ассоциативном уровне. И ни о какой сублимации, на мой взгляд, речь не идет. В данном случае совершенно точно ни о какой сублимации речь не идет. Вот, значит, значит, говоря о нарушениях у вас физических, ну, о физическом аспекте, я бы здесь, конечно, не стал бы делать последних выводов, сперва все-таки можно было бы пройти обследование, анализ, вот, но я думаю, все именно так. Сейчас немножечко подождать, вот, определите для себя, как вы хотите строить отношения с мужчинами вообще, то есть, ну, из тех вариантов, которые я предложил вам, как вы хотите строить отношения с мужчинами, и, значит, в зависимости от этого уже корректировать свое дальнейшее поведение, чтобы вы в итоге получали то, что вам хочется. Значит, так. Причина в том, что с вами все нормально. Думаю, что физиологически с вами все нормально, я просто хотел, ну, прочитать вопрос, чтобы лучше понимать, ну, вот, на все ли я ответил или нет. С вами все нормально, физически, по крайней мере, исходя из того, как вы написали. Сексуальное желание есть, оно присутствует, с этим проблем нет. Нет. Вот. Значит, вот остался либо страх, либо негативные ассоциации, и, соответственно, просто, наоборот, вы немножечко отвыкли от интимной жизни за два года, и теперь, может быть, просто не совсем понимаете, с какой стороны к ней подступить. Такое, опять же, такое бывает, и относиться к этому нужно совершенно спокойно. Вот. На мой взгляд, наиболее интересно то, что вы характеризуете свое состояние именно как ледь. То есть, вы говорите, мне ледь, вот, но, что значит вам ледь? Вы говорите, как-то надо напрягаться. Что это значит? Как-то нужно напрягаться. Напрягаться в чем? Напрягаться где? Напрягаться как? Что для вас является напряжением именно в интимных отношениях? Почему вы считаете, что именно вам нужно напрягаться? Почему, например, вы не считаете, что мужчина должен это делать? Почему обязательно вы? То есть, я думаю, что вот этот момент, момент, связанный с тем, как вы понимаете свою роль в сексуальных отношениях, которая тоже могла у вас немножечко размыться из-за того, что в какое-то время вы этой жизни не жили. Тоже нужно вам обязательно продумать. Продумать и после этого будет ясно, чего же вы, собственно говоря, хотите и как. Потому что, ну, в любом случае, в любом случае, интимная жизнь, она не должна вызывать у вас ощущения, что вам нужно напрягаться. Это ненормально. Это ненормально. Вот. И необходимо полностью понять, с чем именно у вас связаны напряжения и либо как-то разрешить ситуацию, чтобы, ну, чтобы вам было не так тяжело. Либо, либо подумать, как, значит, вам можно будет найти ресурсы для того, чтобы, ну, справляться с этим напряжением. Ведь раньше справлялись и сейчас получается нет. А если сейчас нет, то задает вопрос. А почему нет, да? И, соответственно, может быть, что-то поменялось, да? Может быть, само восприятие секса поменялось. Может быть, мочение секса для вас стало другим. Может быть, вы теперь хотите чего-то, ну, другого именно от секса. Понимаете? То есть, вот этих вариантов здесь довольно много и с каждым из них нужно разбираться. А вот в этот момент он, знаете как, вот вы говорите, что он довольно пикантный. Я вас понимаю, но все же я хочу сказать, что он не столько пикантный, сколько деликатный. В этом очень легко навредить человеку, когда обсуждаешь подобные вещи. И вот давайте, если вы действительно хотите разобраться с тем, что у вас происходит, постарайтесь, пожалуйста, выбрать эксперта на нашем ресурсе. И хотя бы одну-две консультации провести с ним, обсудить все подробно. Может быть, тогда выяснится, что никаких проблем нет. Или наоборот, однозначно все проблемы, которые вам нужно будет решить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.